Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. То, что вы описываете, в целом, вы описываете, это самое такое беспокойство, которое возникло у вас на определенном этапе, скажем так, в вашей жизни. Вот. Что удивительно, то очень удивительно, это, что вы крайне много уделяете внимание, ну, фимптомам. Вот крайне много, выделяете внимание этому. Фиксируясь только на телевизорных переживаниях, да, фиксируясь только на ощущениях, Усюшениях, вот, на мой взгляд. Это совершенно необоснованно, на мой взгляд, повторюсь. Дело в том, что вы описываете свое состояние как достаточно напряженно. Вот. Ну, то есть это прям, прям буквально напряженное состояние человека. То есть человек буквально находится в том тонусе. По сути. Вот. Как бы. Как бы. Вот. То есть, ну, то есть вы, вы, вот вы буквально находитесь в тонусе. Получается. Тонус. 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 Это напряжение. В первую очередь. Тонус. Их. Оно появляется вследствие чего-то. То есть тонус не возникает на ровное место. В этом смысле у тонуса всегда есть некая такая причина, то есть необходимость себя преодолеть как-то, необходимость себя заставить, заставить, что-то делать тоже очень в принципе подходит под ЭП. То есть я должен что-то делать, мне необходимо что-то делать, я должен что-то делать, то есть это по сути это вот история, как мне кажется по крайней мере это история именно про этот момент, что вы от себя требовали, от себя требовали, от себя требовали постоянного напряжения, в итоге вы перенапряглись и в итоге вот произошло вот, ну грубо говоря, произошло то, что произошло, произошло то, что случилось, то что случилось. А потом я бы вам предложил именно с точки зрения психологии, смотреть в сторону того, что получилось, почему вы тот день что чувствовали усталость, почему в тот день вы чувствовали себя, ну, вот так, как чувствовали, по сути. То есть вот такая измотанность, я бы даже сказал, ну, где-то злость, да, наверное, вот, то есть вот это вот очень сильно вправо, как вы к такому состоянию пришли. Вот. И очень важно, чтобы вы увидели, что вы можете так не делать, что вам не обязательно так делать. Ну, это очень важно, чтобы вы увидели, что здесь есть насилие в какой-то степени над собой. Вот. Может быть, насилие покажется. А правильным в чём-то здесь. Ну, всё равно, всё равно это относили. Всё равно. Поколеночек. И, само собой, что, ну, вы будете на это, ну, как-то, да, вот, вы будете на это реагировать вот таким вот образом. То есть будете стараться, там, ну, как-то избежать этого, будете стараться как-то вот, ну, поторговаться, знаете, вот. И так далее. И так далее. То есть, ну, это вот всё довольно реально. Вот. Куда чаем ходить. То есть. То есть, что? Ну, ну, внимание по сути. Внимание. По сути внимания. Получить. Ну, то есть вы будете пытаться получить внимание. Вот. Это всё хорошо. Это всё хорошо. То есть, ну, вот. Внимание, да, это всё здорово. Но проблем не решает только. Вот. Поэтому вот вон. Проблема это ваш внутренний конфликт, с которым вы, ну, сталкиваетесь. Вот. Пока только вот непонятно, что это за конфликт, с чего ещё. Вот. Ну, я думаю, что там можно разобраться с этим. Вот. Я бы не сказал, я бы не сказал, что хорошая идея воспринимать беспокойство ваше через призму того, от чего нужно избавляться. Ну, вообще, ну, как бы, ну, свидетельство вот о чём-то. Именно вот свидетельство вот. Ваши жизни, важным в вашей жизни. В вашей жизни. В вашем таком вот жизненном пути получать. И, соответственно, это проблема, которую они будут решить. Поэтому да, вы можете использовать, конечно. Вы можете использовать врачей, вы можете использовать лекарства. Вы можете это делать, но хочется сказать, что проблематика внутреннего конфликта так не решается. Она решается немножко по-другому. Она решается, собственно, через психотерапию. Точнее, в данном случае через нечто такое, где вы должны себя заставить. То есть в данном случае вы должны себя как-то насиловать, переступать через себя. Получается, получается. Вот. Так вот что. Лично я, думаю, лично, мое мнение заключается в том, что... Вы, значит, подавляли себе что-то. Вот. Например, недовольство. Сейчас, допустим, чем-то. Подавляли, 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 подавляли. И в итоге вот это вот вылилось вот в такую историю. Потому что подавляли, что подавляли, что вы испытываете, испытывать вот эти чувства, да, испытывать вот эти вот эмоции. А вы себе, как раз, как раз, очевидно, запрещают. Вот. Вот. Вот это вот. Ах. Такая особенность получается, ну, в данном случае. Вот. Ну, вот как-то так. Примерно это выглядит в моей позиции. Ну, в моей позиции. Ну, в этом все. Я надеюсь, что вам это было полезным. Надеюсь, что вам это было интересно. Я буду вам благодарен очень за обратный связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго и удачи.